И всего самого наилучшего в жизни, чтобы поменьше болел, чтобы родные поменьше болели. Вот. Если у вас есть желание поговорить о Божественном, только чтобы ни одного плохого слова не говорили. Хорошо. Можете задать вопросы. Ну, я знаю, что у вас очень другие, ну, так скажем, школы, да? Да. Вот. И очень много вы знаете. Вот. Очень много. Даже, ну, больше, чем обычные люди, так скажем. Вот. Ну, у меня особо вопросов нету. Просто хотелось бы узнать. Вот смотрите, религия, она же издавна была, да? Вот она, как бы сказать, это символ для человека был, да? Да, то есть религия помогала человеку преодолеть какие-то трудности, да? Там справиться с какими-то болезнями, допустим. Люди верят до сих пор и раньше верили, что вот есть Бог, и Он, как бы, помогает нам. Вот. Сейчас люди стали об этом забывать. И, как бы, вот у меня вопрос в следующем. Почему так происходит? Потому что умножился грех и умножилась благодать, Павел говорит. Вот это место, вот сейчас рулетка, в интернете более поганого места нету. Половина мужиков раздетая. Прямо открытая женщина с мужчиной творит блуд, показывает органы половины. То есть безумие полное. Ну и что? И все. А я не верю в Бога. Нигде столько неверующих я не встречал. А я сатанистка. А я атеистка. Почему? В Библии написано, делающее добро идет к свету, дабы явно дела были его. А тут половина головы, вот так видать, а дальше не видать голову. Все прячутся. Я говорю, еще от элементов прячетесь. А делающее добро идет к свету, дабы явно дела были его. Тут понятно. Я им полную статистику выдам. Сколько людей, какой веры. Веры нет. Почему? А почему, я говорю, не веришь-то? Он не может ответить. Чтобы ни за что не отвечать, ты себя утешаешь. Я злодейство, убиваю, прелюбодействую, изменяю жене. Жена аборты делает непрерывно. И ничего мне не будет. Будет. Есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злато, и мы все дела он знает наперед. Кто сказал это? Михаил Юрьевич Лермонтов, на смерть поэта Пушкина. И поэтому без Бога вы сказали о религии, а мы о религии знать ничего не знаем. Мы знаем Христа. Христос Спаситель умер за нас. А религиос, это греческое слово благочестие. Самый правильный перевод его. То есть люди, которые верят, как бы они не верили, не говоря там богиню Кали китайскую. А остальное это люди, смотри, вот мусульмане, как они заботятся о старших, о ксакалах. Да, но у мусульманий, у них Коран, как бы у них все строго с этим. Но и в то же время есть свод правил, которые, допустим, запрещают им, допустим, жениться на русских. Только на своей нации. Это не есть хорошо на самом деле, но не знаю, не мне судить. По крайней мере, есть такие законы, они их соблюдают. А если они их не соблюдают, эти законы, выгоняют из страны, и родственники их не хотят знаться с ними. Ну вот, ни на какие контакты вообще найти. Любые родственники. Вот. А мне еще вот вопрос. Смотрите, вот у нас бог, у кого-то Будда, да. Можно ли сказать, что бог един? То есть, для каждой национальности, мусульмане, христиане, у них, как бы, ну, Христос, бог, да. Вот. Можно ли сказать, что человек сам придумал этих богов, но каждый для своей национальности? Вот, посмотрите. Ну, Библия, да. Это наше знание отсюда. Никто ничего не придумал. Откровение бог дал о себе знать. И начало истории в раю. Бог разговаривает с Адамом и с Евой. У бога другая шкала. Вот люди сорвали плод, вкусили, запретные. Ну, какая-то вина. Не убивали, не изменяли, ничего. И люди сделали смертными. И умерло уже больше ста миллиардов людей. Поэтому жертва Христа за весь мир. Потому что он единый, непорочный бога человек, сошедший с неба. Вот говорят так. Кто придумал? Аврааму Бог открылся во всей красоте. Авраам первый избранник. Оттуда начало еврейского народа. И Господь сказал, проклинающий тебя проклят будет, благословляющий будет благословлен. Вот поэтому люди говорят, ну, надо по-хорошему жить. Я вопрос задаю один. У меня большая аудитория, пять университетов и в одном только 21 тысяча студентов. Я вопросы всякие задаю. Тем более, регулярно вел три радиопрограммы, одна часовая онлайн. И вопросов у меня тысячи отвечено, которые в книгах моих, 38 томов. Я спрашиваю, скажите, вот человек, который родился, он имеет перед собой какую-то конечную цель? Ну, какая? Он начинает сына родить, дерево посадить, дом построить. Ну, построил, настрогал, говорится, детей там тысячу. Но ты умрешь. Весь мир приобретешь, а душе повредишь, какой выкуп дашь. И поэтому Бог открывается людям. Я спрашиваю, вы хотите быть благословенными? Как понимаете? Ну, примерно говорят, это хорошо. Жена не изменяет, дети со мною, все здоровы. А проклятие? Ну, проклятие все кверх тормашками идет. Так вот, первое благословение Бог дает, которое, а их благословения там тысячи. Первое и последнее надо знать, остальное в середине. Первое. Никогда не ругай еврейский народ. Никогда не проклинай. А благословляй. Так они все забрали, всю страну ограбили, перекачали. Я ничего не оспариваю. То ты скажи, Господи, как нам избавиться от этой нищеты? Ну, не проклинай. Вот на меня говорят, как вы могли это все сделать? МГБ думал, а тут целые отделы в Сибири трудятся. А когда арестовали, один человек пошел. Это невозможно. 50 книг я только насчитал. Раскрутил на соте тысяч экземпляров пленки насчитанные. Библию там, святых отцов. 50 книг. И думали там уже не... Бог сделал так. Почему я никогда, нигде не проклинаю евреев? Я только благословляю. Господи, обрати их. Мессия пришел, они не узнали. Они ждут Машеаха. А вместо этого Мессия примут Антихриста. Я забочусь о них. У меня завезли человека показать. Он там к Богу был. Еврей. Теперь он священником стал. Прямо в моем доме обратился. Наум Израилевич. Вот как. Поэтому второе, конечное благословение. У Малахии написано вторая глава. И третье. Господь говорит. Вы, народ, проклятием проклятый. Вы все обкрадываете меня. А народ спрашивает. Чем мы обкрадываем тебя, Господи? Он говорит. Десятиной и приношением. Вот ты заработал 100 рублей. Дали тебе. Ты заработал 90. Десятку я приложил, Бог говорит. Чтоб ты своей рукой нашел, нуждающийся отдал. Вы меня обкрадываете. Он не говорит, что жадничаете свое. Моя десятина. Тысячу заработал. 100 рублей это Божье. Божье он положил. Он дал землю, воздух, воду, солнце. Мы должны взять его в соработники с собой. Как Иоанн Златовус говорит. Это что-то стоит, что мы ходим по земле. Организм перерабатывает пищу. Почему не отдать десятину? А стоит это нашей жизни, скорее всего. Вот сколько человек живет, столько он для себя делает, столько он портит природу, гадит, так скажем. Вот мы живем. Я считаю, что цель одна. И моя мать считает жить и просто жить. Жить и радоваться жизни. Жить каждый день, радоваться каждому дню. Вот солнышко выглянуло, радоваться солнышку. Вообще, что нет войны, что все спокойно. Я считаю, наверное, это наше предназначение. Вы все, что сказали, хорошо. Но вы видите, солнышко, вы должны сказать, ты, Господи, сотворил. Слава тебе за солнышко, за луч света. Земля, войны нету. Это ты, Господи, без тебя мы ничто. Евангелие от Иоанна 15.5 написано. Без меня не можете делать ничего. Вы добавляйте только к этому. Хлеб он мне дал. Хлеб наш насущий подавай на каждый день. Молитва очень наша. Я не просто ем хлеб, а ем с благодарностью. Вот как. Вот видите, я же сказал, что вы очень высокоинтеллектуальный человек. Так и оказалось. Вы очень много знаете, очень много можете просветить аудиторию. Вот именно меня, допустим. Я, будучи стоматолог, особо, знаете, обращаюсь к... Ну, в церковь хожу очень редко. Только когда вот что-то беспокоит. Как дед Щукарь говорит. А если Громушков дарит, натурально крещусь. В поднятое целине. Дед Щукарь. Но так не годится. Ев говорит. Неужели Бога будем славить только за добро, а за злое не будем? У него в один день все богатство отнято было. Он самый богатый на Востоке. Десять детей погибли в один день. И он говорит, Бог дал, Бог взял. И дальше Бог возвратит ему в два раза больше. И снова десять детей будут. Надо Бога научиться славить. Вот почему 118... 118-й Псалом, 164-й стих гласит так. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Бога прославлять за болезни, за Майдан, за войну, за все, что есть. Потому что за этим кроется что-то, что способствует мне спасению. А не надо. Мне это не нравится. Мало что не нравится. Полынь горькая, но она лекарственное растение. Ну да. Да. Ну то есть все равно нужно, даже если какие-то неприятности, все равно нужно Бога славить. Да нет, конечно. Как хай. Когда... Посмотри, как человек устроен. Нервы. Все у него настроено. Как премудро устроен человек. Я как-то считал, в армии был когда еще. Тогда этого не было, что сейчас есть вот интернет. Но написано было, 10 клеток, нейтронные там эти, которые в мозгу, выполняют работу, которую тогда были лампы разные, это горели. Которые вот имеют, ну все там, треводы и прочее. Трехэтажное здание полное. И в человеке идет такой процесс. Вот я съел что-то, превращается что-то в волос, что-то в ногти, что-то в кости, что-то в мозг. Это химический процесс. Это нельзя высказать как. Вот смотрите, мы едим молоко, а многие задумываемся, какой процесс. Вот она ест траву зеленую, черная корова. Вдруг белое молоко. Его перегоняют в желтое масло. Из чего? Это кто сделал сепараторы? Это Финны, Финляндия, там, Скандинавия. И вот они решили из травы, которую ест корова, сделать молоко. Сделали, но она зеленая. Стали кормить кошку, она сдохла. Но когда туда стали добавлять молоко, немного хотя бы, она осталась живая. Вот мы пищу едим. Вот я сейчас проглотил, допустим, что-то там. Я и не думаю. Лег спать. А почки об одну сторону будет. Желчь, если жирно там ударила по-другому, расщепила. Организм это принял. Что-то в мозг пошло, что-то в глаз. Так ты только о себе подумай и скажи, Господи, как Давыд говорит, я удивительно устроен. Отчи твои видели мой зародыш, когда я был созидаем в тайне, в глубине утробы. В твоей, Господи, книге записаны все дни, для меня назначены, когда ни одного еще не было. Да, да. Вы извините, пожалуйста, я сейчас мне просто звонок. Сейчас я отвечу и продолжу. Хорошо? Слава тебе, Господи. Да будет благословенное окончание нашей беседы. Привет. Во славу твою, Господи. Да, думаю. Имя твое велико, Господи. Ты все это знаешь. Вот спрашивает, какой процент людей, которые слушают. Ну, примерно на 101. Вот сегодня у меня, сегодня какой-то день не очень так много. Все, я вернулся. Вот, меня спрашивают, сколько людей, которые желают побеседовать. Я примерно так говорю, примерно на 101. Вот вы сегодня первые у меня, с которым так нормально беседуем. А то, я говорю, вот заранее говорю, можете, чтобы не ругаться заранее? Да я не ругаюсь, чтобы не сказал. А, говорит, я ясновидящий. Я говорю, ну тогда очки сними, я посмотрю. Вот такие темные очки. И он снял, и как его прорвало, как он начал материться. Материться неостановимо. А обещал не говорить это. А другой мужик вот так вот стоит, себя обхватывает. У него глаза вот такой язык выпилил. Дескать, беснуется. А я посмотрел, он дурит. И все это хватает. Теперь отвернется, половой орган вытащит. И там надкадушка. Ну, это молодежь такая. Это не молодежь, ему лет 50. Лет 50, какая молодежь? А, ну, у каждого разные мозги, разные головы. Я ему говорю, ты вот так руки сложи, вот так не убирай. Внизу там не щупай. Он маленько, погодя, опять перекосился, из них выслал, руки скорее вниз. Ой, да. В общем, я услышал вас. А вот на самом деле, как вот вы считаете, была ли когда-то жизнь? Ну, то есть, до появления человека была ли жизнь, что способствовало перерождению и появились мы? Да нет, Бог сотворил сразу. Я показываю вам Библию. Как говорится, сотворил из земли в Адеме. Как говорится, в показы фигура сделана, он вдохнул, зашевелилась, и все органы появились. Ну, а вы так же считаете? Да как так? Другого и нету. Другого нету. Считать не надо даже. А что из одного превращалось в другое? Я говорю, в море плавает ребёнка, ребёшка такая, маленькая-маленькая, и хит, это всё одно и то же. И медуза. На земле комар и слон. И орёл. Это всё одно и то же. На самом деле, очень много неизученного, неизведанного. Вот, допустим, Матрона Всевидящая, а потом Ванга. Мы не знаем, откуда у людей появился вот такой дар. Моё предположение, ну, научное, скорее всего, что просто и у той, и у той не было зрения. Возможно, как-то организм перестроился и компенсировал потерю зрения вот этим даром, допустим, да, способностями. Ну, хорошо. Если рассматривать с другой точки зрения, с Библией, то Бог обратился к ним и наделил их вот таким даром. Но на самом деле говорят, что всё это выдумки были, и это неправда. Вот как вы считаете? Какая выдумка? О чём? Что предсказывали? Да. Да нет, это не выдумка. Там были люди даже из правительства советского. Она стояла на довольствии в Болгарии. Это не это. Ну, а Вольф Мессинг, он выступает и за... Вольф Мессинг вообще... Он предсказал, когда война закончится. Гитлеру сказал поражение, как за ним гонялись. Да. Вот он не слепой был. Кто-то ядерное оружие тоже предсказал. Да. И поэтому... Это сложный вопрос. Дело не в зрении совсем. Дело в том, что то это от дьявола. От дьявола знает только убийство. Ванга – это ведьма. А Матрона – это святая. Вот так, наверное? Да, только так. Церковь по-другому не судила никогда. А Вольф Мессинг, он... А это одно и то же. От сатаны всё. От Бога то, что в посте и молитве Господь даёт знать. Он даёт знать. У меня бабушка вышивает иконы. Сейчас покажу. Смотрите. Такая красота, так скажем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. С бисером. Так, минуточку, я посмотрю. Так, Христос, Никола, чудотворец и Богородица. Ну, водительская. Да. Водителя в путь. Да. Вот. Тоже с бисера тут вот она вышивала красиво. Да. Посветили всё в рамочку. И вот. Ну, это отдельно сделано. Икона. Ну-да. Может, даже бисером вышит или нарисовано. Тоже бисером вот. Ну, понятно. Понятно. Ну, видите, сектанты не признают иконы. Они не понимают. Иконы – идольское изображение. Иконы были в храме. Они даже не знают. Поэтому мы, православные, имеем иконы. Но не надо думать, что икона спасает. Икона просто показывает нам на первообраз. Как фотография. Поэтому мы чтим. Сколько бы ты свечей не ставил, сколько бы ты молитв не читал, всё равно всё от человека. Всё от Бога. Бог слышит и отвечает. Богу не нужны посредники. Но, однако, Господь так сделал, чтобы мы молились. Да. Мы просим ангела, хранителя, святых. Это не запрещается. Почему? Если они были здесь, можно молиться. А когда перешли туда, они стали ближе к Богу, а не дальше. Ну, да. Ну, а вы, получается, как духовные семинарии ведёте, да? Или, ну? Нет. У меня гуманитарного образования никакого нет. Я всё самостоятельно постигал. Я технарь, техник-строитель. Ага. Вот. После окончания техникума у меня вся семья пролетариат, отец без руки с фронта, три дяди погибли. Там проверяют. И меня направили в строго режимный лагерь в органы МВД. И я там семь месяцев работал, по две смены, без выходных. Да когда в армию меня призвали, я готов был военкома расцеловать. Говорят, в армию тогда было... Во флот взяли, четыре года служить. А для меня так легко это всё было, потому что я всё время тренировался, готовился на другое. Ну, просто легко всё шло. Это Бог так делает. Поэтому стонать не приходилось. Ну, да. Жизнь тяжёлая штука, на самом деле. Я задаю загадку такую. Скажите, вот военный там, веду я занятия в лётном училище, а там полковники одни, полковники. Я говорю, скажите, вы увольнительные дарёте курсантам? Ну, конечно. А на сколько? Ну, смотря какой день. Бывает и на пять часов, на шесть. А я говорю, в армию служил, у меня было увольнительное. Выписывали 1 января до 31 декабря. Так это не может быть. Да я говорю, так, я ухожу из воинской части, у меня увольнительное. Да такое не бывает. Я говорю, слушайте внимательно. Я техник-строитель, пробычное гражданского строительства. И так как я доверен, я уже верил в то время, но только Евангелие не знал. И меня ставят техником, смотрителем воинских зданий Дальнего Востока ракетных войск. То есть я должен все здания описать, кому, как когда офицерам получить квартиру. Вон как, вот так. Даже не слыхали, говорит. Но это действительно так надо. Я должен представить конкретно, что у него негодное жилище. А он в отдельном где-то регионе, там далеко, я должен поехать туда. Ну и вот так вот Господь устроил. Я не мог сразу на должность старшины поставили, рядовой. Как так? Ну, по должности? Как, как? Ничего. Как? Гагарин слетал только, ему сразу майора. А он был все лишь лейтенант. Капитаном не было ни одного дня. Ну, Гагарин тоже его хаяли до полета, не любили. Если вот читать там статьи разные, к нему очень плохо относились. А вот как он слетал, так сразу ему и почет, и честь, и слава, и все. И стал сразу уважаемым человеком. А до этого его особо не признавали, так скажем. Ну, как-то спрашивали. А вот Гагарин летал, говорит, в космос, а Бога не видал. Ну, какой космос-то? На 220 километров один раз облетел, и у него ни рычагов не было для посадки. Такой ему и задача не была искать Бога. Ему только одно, чтобы не случилось чего худого с ним. Вот и все. Так и вошло. В самом деле, мне кажется, что Бог, ну, это вот, ну, как бы моя такая фантазия, скажем, да. Что Бог, он был, это был человек, который был наделен способностями. Такими способностями, которые ни один человек не обладал ими. Это вы о ком говорите? О Боге. Да как тогда было? Бог, как о способности? Нет. Бог есть дух. Он бессмертен. Вот вы знаете, что скорость света 300 тысяч километров в секунду. И сегодня обнаружено отдельное созвездие, которые отстоят от Земли на 4 миллиарда световых лет. Это вообще невообразимо даже. И там Бог. Возьмули крылья зари, переселюсь на край неба, говорит, и там твоя рука поведет меня. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Ему нет ни начала, ни конца. Ни человек. Христос родился. Бог и человек. Он видимый был. Он и Бог, и человек в одном. Ну вот, да, я про... Про Христа тогда, правильно. Да, вот я говорю, что он просто был наделен способностям. Да. А вот у нас был... Я в медицинском учусь, на стоматолога. Я на третьем курсе. И у нас был предмет философии. Так вот. И философы, конечно, чудаки еще те и рассуждают. Про Бога они говорят, что Бога нет. То есть, ну, как-то так. Ну, они любят пофилософствовать, так скажем. Я попал в больницу. У меня на стройке работало. У меня три грыжи на позвоночнике от тяжестей. Ну, и в первый же день меня в коридоре там захватил один мужик, профессор медицины. Я вас слышал много, вот хотел побеседовать. Ну, я стал отмечать ему. А он мне сразу же говорит, а вы можете своими словами сказать? Я говорю, есть такое выражение. Лучше книжная мудрость, чем самобытная глупость. Да. Вы не можете сказать это. Я говорю, я отмечаю как. А он дальше настаивает, что отмечает своими словами. Я говорю, я вас сразу узнал. А как узнали? Я говорю, так вы в раю еще подходили к Адаму и с Евой, чтобы они самовольничали. Вы хотите меня за ограду божественную выкинуть? Это сатана. Он до того, ну, как-то не понравилось ему. Я говорю, ну, это так. Вы чего просите? Истину знать, истина в Святой Библии. Вы куда не разворачиваете? И все научные исследования все показывают. В каком порядке растительность возникла, животное. Это эпохи. Ну, и все, на этом закончилось. Он потерял всякий интерес ко мне. Ну, он подошел к вам с вопросом таким и не ожидал, что... Ну, он думал, что я что-то оригинальнее буду отвечать. А я ему цитирую. Книга такая, глава такая, стих такой. Да. Ну, вы высокоразвитый человек. Так. Я говорю, зачем вы живете? Вот ребятишки тут встретились. Тут же в рулетке-то. Не может сказать. Ну, живу, чтобы жить. Это Пушкин ответил так. Ну, вы-то сами-то думаете. У человека есть одна цель, которая не кончается с этой жизнью. И цель такая. Найти Бога, то есть уверовать. Примириться с Богом через Иисуса Христа. И в вечности быть с Богом. И здесь на земле прославить Бога, исполнением Его святых заповедей, любовью к Богу и к ближним. Все другой цели нет. А для этого вот это и дом будет, и дети. А это все только способствует выполнению. Ну, когда негде жить, тебе, видишь, ты не можешь раскинуться шире. Хоть какое-то маленькое жилье на тебе надо иметь. Пищи немного, но хоть, чтобы тело держало в себе силу. Ну, да. Как говорил нам, ну, как говорит нам Библия, вот люди жируют, очень много употребляют еды. То есть, а это грех. Да. Вроде бы, если я не ошибаюсь. То есть, как это, чревоугодство? Да, чревоугодие. Да. Вот, в послании Иуда написано, говорит, без страха уточняют себя. Без страха. Ну, куда? Один лежит тут, вот тут же в рулетке. Я говорю, а что, подняться не можешь? А видно, он весь расплылся. Я говорю, я сейчас вам расскажу, сколько. А какой рост? Он говорит, метр семьдесят два. Я говорю, это мой рост. Я говорю, а какой вес? Ну, это у него далеко за центр идет. Я говорю, а у меня шестьдесят четыре килограмма. Понимаете, мне восемьдесят лет, а я на велосипеде гоняю, на голубятни лажу у себя. А ты лежишь, он весь расплылся. Ну, как говорится, медуза на берегу. Ну, что сделать? Это хорошо, когда активно заниматься спортом. Есть какой-то интерес к жизни. А когда его нету интереса к жизни, то, соответственно, из-за этого уже проблемы начинаются со здоровьем, с семьей. Много очень проблем по жизни, которые решить очень сложно. Ну, медики сегодня уже твердо уверены, что большинство болезней у человека от нервного перенапряжения, от скандалов, от всего. Совершенно верно. Медные клетки восстанавливаются только через десять лет. Ну, а у нас ничего этого нету. Почему? Ну, вот просто я сажусь за стол, а жена что-то там свое. И она начинает, как говорится, в это время знать, что я ем ничего. Я ни слова не говоря, ложку положил, встал перед иконами и стал молиться. Когда помолился, глянул, она рядом стоит молиться. Я только сел за стол, она видит, ей охота высказаться, что-то там выпрашивает или чего-то там. А я очень жадный в этом деле. Все кому-то отдать, а сами как-нибудь. Второй раз так. А третий раз она... Я помолился, уж за стол не сажусь. Я на работу сразу так. Она переживает, я не поел, но она знает, что по-другому не будет. Если она недовольна, то мне пища во вкус не идет. А, ну, ну, а как еще? Видишь как? Когда с Богом-то у меня, во-первых, сохранились отношения, во-вторых, я не согрешил, что молился. И на душе у меня легко. А не поел, так это и хорошо мне. Видишь как? А у неверующего ничего этого не бывает никак. Он даже вот ругает где-то. Я помолился, и Господь показал ответ. Мне тоже родители говорят, вот за столом, когда употребляйте пищу, не ругайтесь. Да. Это когда за столом собачье сердце Филипп Филиппич сидит и говорит, что там и как. Никогда, говорит, газеты не считай. Да, да, да. Так а что считать-то? Вот и ничего не считай, говорит, когда за столом сидишь. А вы, извините, что перебил, а вы вот как в церкви, получается, работаете, да? Нет, я не работаю. Брат у меня священник. Брат. А. Брат, он пресвитер. Протеерей. 40 лет он уже священником. 3 февраля ему исполнилось. К нам сюда в церковь метрополит приехал. Местный, патриархийный. Вот так Господь сделал. А я при церкви чтец. Я проповеди говорил, а сейчас не стал. А, ну, чтец тоже. Да, я рукоположный, имею право в алтарь заходить. А. Вот метрополит приехал, служба идет, а он мне и говорит, скажите проповедь. А. У меня тысячи, тысячи проповедей сказано. Ну, кому что дано. Вы учились сами читать, да? Я не считаю, я говорю, у меня нету... Я просто говорю. Говорю, она у меня проповедь слагается здесь. И я ее сразу говорю, без записки. Вот. Я понимаю. Бывает, выписываю места Писания, где сослать все на что. Потому что бывает мест 20 Библии, я должен во время проповеди сказать. И оттуда взял эту мысль. Ну да, это очень сложно. Надо такими знаниями обладать. Что, я не знаю. У меня, когда я вел занятия, одновременно в пяти институтах, там университет. Ну и студентам говорю, вот, в следующую неделю я буду отвечать на ваши вопросы согласно того, что уже было. Я отвечаю любой вопрос, что об этом говорит Библия. Вот, что она говорит. Вот она Библия моя, полная, 77 книг в ней. Что на ваш вопрос говорят святые отцы, а это 300 томов. Я должен сослаться на какого сказать. Что говорят каноны церкви, 719 правил. Я их должен все. И что об этом же вопросе говорят жития святых, 1173 биографии. Но теперь я буду добавлять следующее на каждый вопрос. Что по этому вопросу говорили поэты России за 300 лет 300 поэтов? Конкретно. Какое стихотворение? Так это легче. И на каждый вопрос я беру ответ 6 поэтов, которые об одном и том же. За 300 лет там от Сумарокова до Дементьева. Или до Евтушенко. И у каждого стихотворения эпиграф из Библии. Ну да. Это правильно. Как бы развивает. Ну одновременно, чтобы у человека были знания, это наша история. Чтобы правильно мыслить. Да. Знать надо и божественное. И знать, а почему люди так говорили. Да. Я иногда спрашиваю, а как вы считаете, вот такой-то поэт-то, вы о нем знаете? Да у него разве есть такое? Есть, оказывается. У меня 26-й том этому посвящен. А их 30 томов открытым оком. По 752 страницы книги у меня. 38 бумаги. 30 в бумажном варианте. И вот это. У меня один том посвященный Корану. По сурам, я там весь разбираю его в сравнении с Библией. Что об этом говорит Священное Писание? И дальше. Скажите, можете рассказать чуть-чуть хотя бы? Что? Ну вот про свою книгу. По сравнению с Кораном. Ну допустим, такой вопрос. Вот он говорит. Говорит откровение, там ему было. И он говорит, это и записано. А Библия говорит не так. О чем он говорит? О спасении. Я открываю уголатом. Послание Павла. Первая глава 8-9 стих. Вот так отвечает. И тут же выписка. А они конкретно говорят. О сотворении мира вот так. И я открываю первая книга Моисеева. Глава 3. До 3 главы вот так написано. Там ни нападок, ничего нет. Просто я делаю сравнение, чтобы было видно. А, я понял. Вот так. Я должен Библию знать ее. И Коран. И поэтому я его от корки до корки знаю. Я могу сказать, сколько букв в нем. Сколько если прочитать Коран. Ты хочешь прочитать Коран. Какой он? Большой? Нет. Я тебе скажу. Если по одному часу будешь считать в день, тебе надо 17 часов всего. Сейчас, извините. Сейчас я посмотрю. Вы извините, что, наверное, дискуссия сейчас прервется. Я пойду ко мне, дедушка пришел. Он мне надо помочь. Главное в человеческой жизни, что нужно? Вот просто кратко сказать. Родиться свыше. Это 3 глава. Быть для Бога. И второе. Быть Вадимом Духом Божьим. О чем Серафим Сарусский говорит. Все в этом. Тогда у тебя все будет идти как надо Богу. Богу. Чтобы ты не сам это делал, а Бог через себя делал. Спасибо. Вам здоровья крепкого. Спасибо, Христос. Так, если вы наши ресурсы помните какие? Во свете Библии. Запишите. Во свете Библии. Ютуб. Сейчас я подойду. Во свете Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Вы найдете Ютуб наш. Дальше. Если во свете Библии напишите сайт. Напишите сайт. Вы зайдете на сайт. А если напишите во свете Библии форум. Зайдете на форум. А чтобы поговорить, вы в скайп зайдите. Игнатий Лапкин зарядите. Я один там. Хорошо. Хорошо. Все. Спасибо вам. С Богом. До свидания. Вас как звать-то? Александр. Да помилует Господь и благословит вас Александр. С Богом. Спасибо. Спасибо.